Всем привет на канале Александр Эмбрест. Сегодня к нам на ремонт попал Interskoll DA18ER. На второй передаче все нормально, а вот на первой как бы не особо все хорошо. Поэтому давайте разбирать и чинить. Раскрутили и скрываем. Давайте вынимать содержимое и лезть в редуктор. Так, первым делом, пожалуй, сниму скобу переключения. Она у нас здесь в направляющей стоит, поэтому снимать тяжелее, чем обычно, если честно. Так вот мы ее снимаем, потом снимаем направляющую и можно разбирать редуктор. Для этого, как всегда, выщелкиваем металлическую пластину и высыпаем содержимое. Внутренний винет переключения подвижный, металлический, в хорошем состоянии. По нему вопросов нет. Вопросы у нас по наружному винцу. Здесь у нас все зубчики стерты. Да еще и такие микроскопические, блин, они. Вот, е-мое. Так и хочется спросить, еще мельче не могли сделать? Ладно, давайте снимать верхнюю часть вот этого корпуса и чинить. Блин, мало того, что зубцы микроскопические, так еще и глубоченный паз вот здесь сделан. Я офигею. Вот этот редуктор мне однозначно не нравится. Подобрал я новое будущее зубья. Диаметр той части, где резьба полтора миллиметра. Подбираем сверлышко нужного диаметра. Я взял единичку. Берем наш корпус и засверливаемся. Как я в предыдущих видосах такого плана говорил, засверливаемся в зуб бывший. Вот примерно вот так. Попадаем ровно в зуб. Просверлил два отверстия. Вот первое, прямо в центре зуба. И вот второе, тоже прямо в центре зуба. Посмотрел я на это чудо еще раз и решил, что буду делать четыре зуба. Почему? Да потому что, во-первых, сами зубчики маленькие очень. А во-вторых, взглянув еще раз на этот гигантский паз, становится понятно, что сам пластик сможет выдержать гораздо меньшие нагрузки из-за вот этого паза. Так что сверлим еще два отверстия для новых зубов и будем вкручивать новые зубья. Вот такая вот красота должна у нас получиться. Четыре раза. По бокам взял два шурупика побольше. Когда все четыре зуба установлены, берем бормашинку и придаем им нужную геометрию. При этом не забываем, что при работе с бормашинкой надо делать перерывы, потому что наши будущие зубья очень сильно нагреваются и могут просто-напросто поплавить корпус. Вот такая вот красота получилась. Давайте сразу проверим. Становится хорошо. Естественно, даже и не намека на прокручивание. Пришлось, единственное, взять еще надфилек, вот такой, с острым углом и пройтись между каждым зубиком, чтобы убрать заусенец, который образовался в результате прокручивания пластика. Если этого не сделать, то наш подвижный венец, скажем, будет хуже опускаться вниз уже на новые зубья. Поэтому, если у вас такая ситуация именно с таким редуктором, то делайте это обязательно. Ну и естественно, раз уж мы зубики сделали, давайте собирать. Мы еще все это дело и пересмажем, поэтому давайте достанем остальные запчасти с редуктора, почистим, ну и уже тогда будем пересмазывать и собирать. Почистили и ставим. Кстати говоря, забыл сказать, под наши зубчики я сделал мини пропильчики, как можно меньше, чтобы вот эта кромочка давила на зуб, скажем так, жесткости ему добавляла. Собрать неправильно, опять же, невозможно, потому что здесь у нас клык и здесь выемка. Совмещаем это дело, нажимаем и скручиваем. Собрал редуктор, после чего взял бурмашинку и спилил мешающую шляпку. Таким образом, чтобы наша направляющая легко и без вопросов ходила. Вот так. Можно продолжать сборку. Как всегда, наша задача попасть скобой переключения в паз на подвижном венце. Вот так. Обязательно проверяем, попали ли мы с обеих сторон. Должно быть, как у меня. Установили переключалку и давайте ставить двигатель. Вот так. Поставили двигатель на место, после чего берем пластину пружинную и ставим ее в корпус. Она будет помогать жестко щелкаться передачам нашим. Так. Ну и ставим, короче, все остальное. И тусуем все в корпус. Затусовали все проводочки, чтобы ничего ничему нигде не мешало. Проверяем наличие второй пружинной пластины и собираем корпуса. После чего, естественно, прикручиваем. Ну вот мы наше чудо техники и дособирали, поэтому давайте проверять. Для начала я поставил вторую скорость. Давайте проверим этот. Регулятор усилит. Ну, все работает. Теперь первая скорость. Ну, на режиме сверления могу остановить и ничего не проскакивает. Короче говоря, работает. И, кстати говоря, спасибо всем, кто сдает шуруповерты аккумуляторные с незаряженными аккумуляторами на ремонт. Ну, а я надеюсь, что ваши передачи не вылетают, что шестерни у вас не стираются. Поэтому подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео. И хватит. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!